Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Тема урока «Условное наклонение». Для начала вспомним, что в русском языке выделяются три формы наклонения. Это изъявительное, условное или сослагательное, и повелительное. С помощью их глагол выражает отношение действия к действительности. Итак, давайте поработаем с текстом. В одном городе проживал старенький садовник. Выращивал он чудесный сад, в котором лагоухали прекрасные цветы, дарили прохладу тенистые деревья и радовали глаз зеленые газоны. С самого утра и до позднего вечера старичок в своем саду сажает, полит, поливает. Если бы садовник умел творить чудеса, он непременно вырастил бы такой чудесный цветок, который исцелил бы всех больных и сделал бы счастливыми тех, кто несчастен. Давайте с вами попытаемся ответить на вопросы. Какие реальные события происходили в саду? И мы понимаем, что в саду действительно жил садовник, который выращивал любимый свой сад, в нем благоухали цветы, деревья дарили прохладу. И мы видим, что в первом абзаце глагол употребляется в изъявительном наклонении, потому что глагол «проживал», «выращивал», «благоухали», «дарили» стоит в форме прошедшего времени. А вот глаголы «сажает», «полит», «поливает» также глагол изъявительного наклонения, но стоят они в форме настоящего времени. Что бы произошло, если садовник умел творить чудеса? А вот если садовник бы умел творить чудеса, то он вырастил бы такой цветок, который бы всех людей сделал бы счастливыми. Следовательно, глаголы в условном наклонении позволяют нам представить то, что могло бы быть на самом деле. Цель нашего сегодняшнего урока – познакомиться с условным наклонением, узнать, как оно образуется, научиться использовать глаголы в условном наклонении в речи и, конечно же, познакомиться с орфограммами в глаголах условного наклонения. И предлагаю вам сравнить два предложения. «Я выполнил домашнее задание» и «Я выполнил бы домашнее задание, но у меня не было времени». В первом предложении глагол «выполнил» стоит в форме прошедшего времени и является изъявительным наклонением. «Я выполнил бы домашнее задание, но у меня не было времени». Мы видим также, что глагол стоит в прошедшем времени, но добавляется частица «бы». Делаем вывод, что условное наклонение образуется таким образом. К глаголу прошедшего времени мы добавляем частицу «бы», «бы». Глаголы в условном наклонении не имеют времени, но они изменяются по родам и числам. Давайте с вами это проверим. «Я выполнил бы домашнее задание», глагол стоит в мужском роде. «Я выполнила бы домашнее задание», глагол употреблен в женском роде. А «мы бы выполнили домашнее задание» и глагол «выполнили бы» стоит во множественном числе. Частица «бы» и «бы» может стоять как перед глаголом, так и после него. Например, «я бы выполнил домашнее задание», и мы видим, что частица «бы» употребляется в данном предложении перед глаголом «выполню». А также частица «бы» может отделяться от него другими словами. Обращаю ваше внимание, что частица «бы» входит в состав сказуемого. Давайте выполним следующее задание. Образуйте форму условного наклонения данных глаголов. Слова такие «прочитать», «открыть», «учить», «рисовать» и «думать». Напоминаю, что форма условного наклонения образуется с помощью глагола, который стоит в прошедшем времени, с добавлением частицей «бы». Что получается? Прочитал «бы», «открыл» «бы», «учил бы», «рисовал бы», «думал бы». Следующее задание будет такое. Прочитайте стихотворение «Петя мечтает» Бориса Заходора и найдите глаголы в условном наклонении. «Если б мыло приходило каждый день ко мне в кровать, и само меня бы мыло, хорошо бы это было. Если б, скажем, мне волшебник подарил такой учебник, чтобы он бы сам бы мог отвечать любой урок». Я думаю, что у вас без проблем получится выделить в данном стихотворении глаголы в условном наклонении. Давайте посмотрим, что же получилось. И мы должны назвать следующие глаголы. Приходило б, от инфинитива приходить, мыло бы, от начальной формы глагола мыть, было бы, от инфинитива быть, подарил бы, подарить, и мог бы, от инфинитива мочь. Обращаю ваше внимание, что в слове мочь пишется мягкий знак, потому что инфинитив заканчивается на ч. Следующее задание. Мы с вами сейчас немножко помечтаем. Допишите предложение, употребляя однородные сказуемые, выраженные глаголом «ми» в условном наклонении. И предложение следующее. «Если я был бы писателем, то…» «Если бы я умел летать, то…» «Если бы я был космонавтом, то…» «Если бы я был учителем, то…» «Я понимаю, что у вас получатся свои предложения, но что же вышло у меня?» «Если я был бы писателем, то написал интересный рассказ об инопланетянах» «Если бы я умел летать, то облетел бы весь земной шар» «Если бы я был космонавтом, то отправился бы в первую очередь на Луну» «И если я был бы учителем, то отменил все контрольные работы» «Ребят, но вы только об этом можете помечтать» «А контрольные работы вас будут ожидать чуточку позже» «Ребята, обращаю ваше внимание, что частица «бы» пишется раздельно от глагола» «Давайте с вами посмотрим на это» «Если был бы я космонавтом, если «бы» пишется раздельно «Домашнее задание у вас будет следующее» «Вам необходимо выучить теоретический материал, что такое условное наклонение, как оно образуется и как пишется частица с глаголами при условном наклонении». Это вы можете найти в учебниках по русскому языку, пользуясь содержанием или, как мы говорим, оглавлением. Второе задание. Выполните, пожалуйста, упражнение. Что вы должны сделать? Вы списываете три предложения, подчеркиваете глаголы в условном наклонении, раскрываете скобки и вставляете пропущенные буквы. «Но если бы искренним словом сегодня я людям помог, не ждал бы я счастья иного, иных не искал бы дорог». Это первое предложение. Второе. «Если бы каждый человек на куске земли своей сделал бы, что он может, как прекрасна была бы наша земля». Третье. «Если я был бы маленький-маленький гном, я б умывался каплей одной дождя, я бы на божьей коровке ездил верхом, удочку прятал в дырочку от гвоздя». Ну и третье задание. Ребята, если вы хотите получить более высокий вал, то вы пишете сочинение «Если бы у меня была волшебная палочка». И я думаю, что каждый из вас может пофантазировать, что бы вы сделали в первую очередь, если бы ощутился этот волшебный предмет в ваших руках. Спасибо большое за внимание. До скорых встреч. И помните, что изучать русский язык сегодня – это очень модно. «Яблоки Гесперит» Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Я надеюсь, что вы дома внимательно по учебнику прочитали миф Древней Греции, который называется «Яблоки Гесперит». И сегодня мы поговорим именно об этом произведении и та тема, которую мы сегодня с вами будем изучать на уроке. Мы продолжаем говорить о мифах Древней Греции, но сегодня конкретно мы поговорим о подвигах Геракла. И именно тот миф, который вы читали дома, сегодня тоже у нас будет звучать и будет нами разобран. «Яблоки Гесперит». Итак, наверное, вам интересно будет узнать в первую очередь, а кто же такой Геракл. Когда на прошлом уроке мы с вами говорили о строгой иерархии, которая была выстроена в древних мифах эллинов, то мы говорили, что, конечно же, вершиной всего общества в этом древнем мире были боги, которые повелевали людьми, которые могли делать с людьми, ну, собственно говоря, что угодно. Но кроме богов и людей существовали еще и герои. Кто же такие герои? Герой – это человек, совершающий подвиги, смелый, мужественный. Герой – это главное действующее лицо литературного произведения. Так дает нам определение слова «герой» толковый словарь. Немного по-другому это слово трактуется с точки зрения мифологии древних эллинов. Давайте сейчас посмотрим с вами по таблице, о чем же отличается герой от богов. Итак, бог бессмертен на Олимпе существующей, а герой все-таки смертен. Они рождаются от союза богов и людей. Вот в чем разница основная между героями, богами и людьми. То есть в какой-то степени это некое такое вот слияние богов и людей, то есть между богами и людьми. У них есть свойства и богов, но при этом они остаются смертными людьми. Боги могущественны, имеют беспредельную власть. Герои же наделены непомерной силой, нечеловеческими возможностями, но как любые земные, как любые смертные, зависят от воли богов. Боги действуют по своей воле. Герои, как мы с вами уже сказали, выполняют волю богов и подчиняются им. В древней Греции было много героев. Тесей, Персей, Геракл. Вот именно о Геракле, самым любимым древними греками героя, мы сегодня и поговорим. Каждый народ мечтал об идеальном герое и создавал его образ в фольклоре. Конечно же, этот герой должен был обладать самыми замечательными человеческими качествами. Он должен был быть силен, умен, он должен был быть бесстрашен абсолютно и умел бы преодолевать любые преграды. Давайте посмотрим, а был ли вот именно таким идеальным героем тот герой, о котором мы сегодня ведем беседу. Да, он был в Древней Греции и это Геракл. Геракл легендарный древнегреческий герой, сын бога Зевса и земной женщины-алкмены. Находясь на службе у царя Эврисфея, Геракл совершил свои легендарнейшие 12 подвигов. Очень много было интересных подвигов, те подвиги, о которых до сих пор вспоминают, и они появляются у нас и в произведениях живописи, и в скульптуре, и в мультипликационных фильмах тоже в том числе. Это победа над Немейским львом, Лернейской гидрой, погоня за ланью, сражение с Диким Вепрем. То есть этих подвигов было 12. Мы сегодня с вами говорим о последнем подвиге, как раз о 12-м подвиге Геракла, который называется «Яблоки Гисперид». Вы помните, что здесь, совершая этот подвиг, Геракл должен был принести из этого самого сада, который принадлежал Атласу, золотые молодильные яблоки. Опять же, конечно же, по воле богов. Но после совершения этого 12-го подвига Геракл должен был освободиться от тех всех обязательств, которые связывали его с богами. Я не буду пересказывать это произведение, ведь вы же его читали уже. Просто хочу задать вам сейчас вопрос, а отчего же этот подвиг был самым сложным для Геракла? Ведь ему не надо было сражаться с каким-то удивительным великаном, ему не надо было одолевать какую-то бешеную зверюшку, в конце концов. Ему просто надо было принести яблоки. Считается, что, конечно же, здесь, совершая этот подвиг, Геракл, кроме силы, смелости, мужества и отваги, должен был проявить какие-то другие качества, которые и сделали его идеальным героем. Какие качества? Посмотрите, он уже устал, он уже как бы и силы свои в каких-то отдельных ситуациях применять не мог. Хотя, да, в отдельные моменты и мужество, и сила духа, и отвага, и стойкость, и благородство присутствуют в его поступках. Но при этом Геракл же, смотрите, в отдельных ситуациях еще и острый ум проявляет, ведь он еще и смекалку и хитрость проявляет. Значит, что? Значит, для настоящего героя важна не только внешняя сила и внешние какие-то качества, сила, мужество, отвага. Хотя и душевные качества, безусловно, мы тоже с вами сейчас перечисляем. Но еще и ум и сообразительность важна для героя. А стало быть, при совокупности вот этих качеств, двух групп этих качеств, мы с вами можем смело сказать, что Геракл и является идеальным героем древнего мира. Согласны вы со мной? Я надеюсь, согласны. Действительно, удивительные подвиги совершал Геракл, а последний подвиг, как никакой другой, прекрасно доказал, что Геракл обладает очень многими внутренними качествами, которые и делают его идеальным героем. Дома вы продолжите изучать литературу Древней Греции. И я предлагаю вам прочитать легенду об Орионе, которую написал древний историк Геродот. Мне будет очень интересно поговорить с вами об этом на следующем уроке, потому что это уже не миф, это уже легенда. Легенда. Чем отличаются легенды от мифов, мы обязательно с вами разберем на следующем уроке. Но вы обязательно должны же прочитать эту легенду, чтобы принимать участие в том диалоге, который у нас с вами обязательно состоится на следующем уроке. Всего доброго, до встречи, до следующего урока. Я надеюсь на то, что вы читаете с удовольствием те произведения, о которых мы говорим на уроках. До свидания, ребята. Субтитры сделал Dревней Греции. И сейчас уроки today's lesson. Eat well, feel great, and look great. And now, traditionally, some new words and phrases for you. So, the first phrase is balanced diet. Сбалансированное питание. Balanced diet. The second word is grains. Грейнз, зерновые культуры. Файбер, клетчатка. Айен, железо. Витаминз, or some call them витаминз. Витамины. Потасием, калий. Магнизием, магний. Белок, молочная продукция. Бинз, бобы. Now we are going to find out what do you know about healthy foods. So here we have such words as milk, молоко, crisps, чипсы, Carrot, морковь, pasta, макаронные изделия, cake, торт, cheese, сыр, fish, рыба, ice cream, мороженое, rice, рис, fast food. Еда в ресторанах быстрого питания или fast food мы ее называем. Pepper, перец, and fizzy drinks. Наши любимые газированные напитки. So now let's check what do you know about healthy food. And here we have words and you are to sort them into two columns. The first column healthy food and the second column is unhealthy food. So you have several seconds to complete the task. Now let's check. So milk is a healthy food. Carrot. The third is pasta. The next one cheese, fish, rice, pepper. And that is all I think. Yeah, because unhealthy food as crisps, cake, ice cream, fast food and fizzy drinks. So after that task, I hope this task won't be very difficult for you. You have to do the crossword. You have pictures here and you are to write the names of the different kinds of food. For example, the first one is a glass of water and we are going to write water. So we have several seconds to complete the task. Hope you did your best. So let's check. So the first one water, the second one biscuit, the third one is red, fourth, cheese, fifth one, carrots, six, pepper, seventh, sugar, and the eighth, rice. And now we are going to find out which category of products of food contains fiber, fiber, клетчатку, calcium, кальций, magnesium, magni, protein, белок, iron, железо, and vitamins, And the first category is bread and grains. A balanced diet is based on bread and grains like rice and cereals. These foods you give fiber, iron, and vitamin B. At least 40% of what you eat every day should be types of food in this category. The next category is fruit and vegetables. You should eat plenty of vegetables and fruit every day to make sure you get enough potassium and vitamins A, C, and E. Dairy products. This type of food contains milk, cheese, have lots of calcium and vitamin D. These two elements protect your bones. You should consume milk, cheese, or yogurt every day. The next category is meat, fish, and beans. This category also includes eggs and nuts. These types of food give you iron, magnesium, and protein. While meat, such as chicken, is better for you than fatty red meat. And the last category is fats and oils. A little oil every day protects you from hot diseases. So now you have several seconds to complete the task. Which type of food contains fiber, calcium, magnesium, protein, iron, and vitamins? Now let's check. The whole task for you is to write more food to complete the list. Thank you for your attention. Good luck. See you. Bye-bye. 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 Продолжение следует...